В Уэльсе стартует двухдневный саммит НАТО. Шесть десятков мировых лидеров, в том числе глав государств и правительств, а также четыре тысячи делегатов постараются найти ответы на наиболее острые вопросы коллективной безопасности. Саммит проходит в наиболее напряженной ситуации с времен Холодной войны. Вооруженный конфликт на востоке Украины – одна из главных тем. Члены альянса утвердят план усиления присутствия НАТО вдоль восточных границ. Кстати, Украинская Рада проголосовала за отмену внеблокового статуса страны. Не на Шамуге, а саммите, на который, к слову сказать, не пригласили российского президента. Один из ключевых саммитов в истории НАТО. Так большинство экспертов характеризует стартовавший форум Уэльсе. Встреча юбилейная. В этом году альянсу исполняется 65 лет. Созданный в годах Холодной войны блок обрел второе дыхание. Когда Советского Союза не стало, НАТО потеряло противника. И остро встал вопрос, нужна ли вообще эта организация. Благодаря действиям Москвы на Украине, угроза номер один для альянса реинкарнировалась. Теперь спешно будут решать вопрос создания натовских сил быстрого реагирования. Генсек альянса и вовсе поставил Россию в один ряд с исламским государством. Саммит в Уэльсе ставит своей целью подчеркнуть единство стран альянса перед лицом действий России. В современном мире нас окружает дуга кризиса. На востоке – Россия, атакующая территорию Украины. На юго-востоке – рост влияния террористической организации «Исламское государство». А на юге – насилие и нестабильность. В фешенебельном отеле «Ньюпорта» Келтик Мано с остальными заборами под присмотром 10 тысяч полицейских сотрудников спецслужб лидеры 28 стран-членов альянса будут создавать новую мировую архитектуру безопасности. Девиз для макета придумали локомотивы НАТО – США и Великобритания. «Варварским убийцам нас не запугать» – статья под таким названием, принадлежащая Перу Барака Обамы и Дэвида Кемерона, опубликована в «Британской Таймс». В коллективном труде двух политиков отмечается необходимость наращивания устойчивого присутствия в Восточной Европе, а также помощь Украине в наращивании военного потенциала. НАТО не отступит и даст отпор кровожадным убийцам. Таков ответ лидеров цивилизованного мира на нецивилизованные действия. Украинский вопрос стоит отдельным пунктом в повестке дня саммита. Ожидается, что члены НАТО 5 сентября выразят свою поддержку Киеву, а также обсудят со специально приехавшим Уэль с Петром Порошенко возможные способы оказания финансовой помощи. Вступление Украины в альянс обсуждаться не будет, как и военная поддержка. Впрочем, в Киеве не теряют надежды. После решения об отмене внеблокового статуса незалежной украинские чиновники заговорили о возможности получить статус союзника НАТО уже до конца 2015 года. Вопрос вступления в НАТО еще одной постсоветской республики Грузии является одним из главных камней преткновения в отношениях между Россией и Альянсом. И Киев, и Тбилиси неоднократно предпринимали усилия для получения плана действий по членству в НАТО. Эта дорожная карта прямиком в блок. Но страны с территориальными проблемами – не лучшая компания для членов альянса. Это и уставу НАТО противоречит. Не позвали поиграть в военные игры Уэль с Россией. Это было вполне ожидаемо. Предсказуемой была и реакция Москвы. Кремль негативно относится к любым шорохам у своих границ. Историки отмечают, главная задача НАТО, сформулированная первым генеральным секретарем организации еще в середине прошлого века, не теряет актуальности и сегодня. Не подпускать русских, не отпускать американцев и придерживать немцев. Нина Шамугия. РТВАЙ. Москва традиционно выступает против расширения НАТО и особенно болезненно воспринимает разговоры о вступлении в Альянс постсоветских республик. Глава Медроссии Сергей Лавров сегодня на встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом вновь озвучил позицию Москвы по этому вопросу. Он, в частности, коснулся ситуации вокруг Украины. Вашингтон, по словам дипломата, хочет, чтобы там победил блок НАТО, чтобы Америка могла диктовать всем свою волю. Эта концепция исключительности, цитирую, до добра не доведет и уже не довела, заявил Лавров. Он также подверг критике власти в Киеве, которые заявили об отказе от политики внеблокового статуса страны. Вот ровно в эти моменты, когда нащупываются какие-то подходы к тому, чтобы начать решать конкретные проблемы между Киевом и ополченцем, ровно в этот период прозвучали требования из другой части киевских властей о необходимости отбросить внеблоковый статус, а наше поступать в НАТО. Некоторые западные наши партнеры, включая, к сожалению, самого влиятельного игрока Соединенные Штаты, хотят, чтобы победила НАТО. Барак Обама на шестой год своего президентства столкнулся не только с российской проблемой, все отчетливее становится угрозой международного терроризма. И США она касается непосредственно. За последнее время ближневосточными исламистами были казнены два американских гражданина. Но, по словам Обамы, этим Вашингтон не запугать. 25 сентября глава Белого дома намерен выступить на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном борьбе с терроризмом. Встреча, в которой примут участие главы государства и правительств стран-членов Совбеза, будет проходить под председательством американского лидера. Аль-Каида идет в Индию. Лидер террористов Айман Аззавахири выступил с видеообращением, в котором объявил о создании южноазиатского крыла группировки. Новую ячейку, над созданием которой работали более двух лет, назвали организацией постоянного джихада в Индостане. В своем видеоролике Азавахири в первую очередь обратился к мусульманам штатов Ассам, Гуджарат, Джаму и Кашмир, где они, как считает преемник Уссамбин Ладена, угнетаются. По словам главаря террористов, его цель – создание халифата на части территории Индии, а также в Бангладеш и Мьянме. Ряд экспертов считает, что таким образом Аль-Каида пытается перехватить инициативу у конкурирующей группировки исламского халифата, набирающей силу на Ближнем Востоке. Мои мусульманские братья во всем мире, я объявляю вам и особенно тем, кто живет на индийском субконтиненте, о создании новой ячейки – Каидат Аль-Джихад. Это поможет поднять флаг джихада и вернуть исламское правление на субконтинент, который раньше был частью мусульманских земель, пока неверные не завоевали и не разделили его. Что ж, на этом пока все о развитии событий. В следующем выпуске я не прощаюсь. Продолжение следует...